Житель Шимкента в результате ссоры убил брата. Преступление произошло в отделении Тельмана. Младший брат только освободился из тюрьмы и отмечал это событие с родственниками. Во время распития спиртных напитков между брятьями и произошла ссора, которая закончилась по ножовщиной. Сейчас в доме, где произошло преступление, никого нет. Его полицейские опечатали. По словам соседей, оба брата, участники по ножовщины недавно освободились из мест лишения свободы. В ходе ссоры ножевое ранение получил еще один человек. Который сейчас в реанимации, вот мы ему оказали первую помощь, мы вызвали скорую. Мы ждали, пока скорая приедет. Мы не знаем, что там еще один человек есть. Он сказал, что там есть еще один человек, мы уже вызвали две скорой. Получается, вот этот человек, который лежал на полу, он другой нации совсем. У него родители другие. Я звонила к его родителям. А, значит, он вообще посторонний человек, да, им, да? Им посторонний, да. Просто у них, видимо, посиделки были, потому что у него муж общается, общался, вернее, он как «Здравствуйте, до свидания», не тесно, общался, и они буквально днем собирались там у него и вышли оттуда. А вечером уже вот это произошло. Второй пострадавший, 34-летний мужчина, был доставлен врачами в больницу скорой медицинской помощи. Но спасти жизнь пациенту не удалось. Больной доставлен в крайне тяжелом состоянии. Артериальное давление, значит, по нуля. Пулись по периферии нету. Он был срочно поддан в операционную, где во время операции, значит, у больного остановка сердечного болезни на фоне тяжелого геморрористского шока. Днем крупное дорожно-транспортное происшествие полицейские зарегистрировали на проспекте Бауржана Мамышулы. Здесь столкнулись четыре автомашины. По словам очевидцев, два автомобиля марки ВАЗ ехали навстречу друг другу и столкнулись в центре дороги. А после этого автомобили ударили Тойоту и Ниву, стоявшие у обочины дороги. В результате ДТП травму получил водитель автомашины ВАЗ-2114. Его в больницу госпитализировали врачи. Сейчас по факту этой аварии ведется расследование. Еще один случай по ножовщине был зарегистрирован в 12 микрорайоне в одной из многоэтажек. Как рассказали свидетели, трое молодых людей зашли в одну из квартир дома, избили мужчин, находившихся внутри и нанесли одному из них удар ножом. Да, один из них вот этот. Он начал вас бить, да? Ненормально, да. Ну он что-нибудь просил? Деньги? Нет, нет. Просто бил и все, да? Да. Отморозок какой-то. Непонятно, что он хотел. А вашего приятеля ножом ударил? Его ножом ударил, да. Именно где ударил он? Ну, у него в область, ну, с задней стороны, со спины в область сердца где-то. А сколько лет приятелю ему вошли? 51 или 52. Сразу после драки злоумышленники скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция. Пострадавшему мужчине врачи сделали операцию и сейчас его жизнь вне опасности. Утро от первого. Мы на месте. Ты на нас за рулетом, включи и рвет у сколы полосы. Мы запринят. Выезжаем. Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...